МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! С вами Егор Тверетинов, и это программа Дополнительное время. Сегодня я познакомлю вас с человеком, который каждый день рискует своей жизнью ради других. Покажу, как украсить интерьер, автомобиль и ещё много чего. Поправлю осанку, ну и продолжу изучать приёмы самообороны. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнего моего героя многие из вас, я уверен, не знают. А он без преувеличения герой, как и все его коллеги. Как он сам говорит, он просто выполняет свою работу ежедневно, рискуя собой ради других. Я в гостях у помощника начальника караула третьей пожарно-спасательной части города Пермин Алексея Шеломенцева. В рядах противопожарной службы Алексей с 96-го года, сразу после армии. И именно благодаря армии он и выбрал эту профессию. Я служил в рядах урожённых сил с 94-го по 96-й год на арсенале министерства обороны в подразделении пожарной охраны. Может, это и явилось причиной поступления на службу дальше пожарной охране. Сейчас у него есть семья, двое детей. И вроде бы все привыкли к папиной работе, но всё равно каждый раз волнуются, когда папа уходит на дежурство. Относятся к моей службе с требитом, ждут, ожидают. После каждого дежурного сутка волнуются. Хоть выезды и тревоги бывают почти каждое дежурство, вытаются и спокойные дни. Но никто не бездельничает. В повседневной деятельности занимаемся теоретическими знаниями, физической подготовкой, наведением административно-хозяйственных работ. Четверть всего времени бойцы проводят на работе. И за годы службы коллектив тоже стал практически семьёй. Уже больше, чем друзья. Ну а как? По-другому здесь нельзя. Притушение пожаров, передение боевых действий, для чего друга всегда важно. Потому что «Зенога З» состоит в среднем из трёх человек. И когда уходишь в дынь спасать людей, всегда должен на сто процентов надеяться на отмечёт товарищей. Ну а помимо тех, кто непосредственно занимается тушением, во время тревоги есть и множество людей, которых не видно. От диспетчеров до центра управления в кризисных ситуациях. Безусловно, работа трудная. Далеко не каждый новичок справляется и остаётся служить. Работа связана с тяжёлыми физическими нагрузками, тепловые нагрузки, эмоциональные нагрузки. Видя, как люди страдают, люди погибают, не все справляются. И даже опытным пожарным на выезде тоже бывает страшно. Без страха нельзя. Страх координирует, стимулирует, ограничивает, передвижёт тебя при максимальном риске. Всё равно выполняем работу. Но всё равно другой работы Алексей себе не хотел и не хочет. Служба-то интересная. Выезжаешь постоянно. Всегда что-то новое. Всегда заставляет мозги работать. Потому что новые объекты, новые люди, взаимоотношения к людям. Ликвидировать панику, отправить людей в определённое место, проанализировать ситуацию, вывести какие-то определённые данные, направить людей, когда сплошная судье остаётся какое-то в душе удовлетворение от своей проделанной работы. Хоть люди в этой работе и серьёзные, а вот без суеверия всё равно не обходится. Есть такая пример, что одевается полк справа и на ней. Моё одежда. Тогда смена должна пройти поспокойнее. А вот другую примету мы проверили на себе. И она работает. У ребят не принято прощаться. После работы все просто расходятся. Попрощаешься, значит, скоро по тревоге вызовут и снова встретитесь. Вот один небольшой кусочек из жизни Алексея и его бравых коллег. Они всегда на моём дежурстве. А у меня обращение к телезрителям. Пожалуйста, оставляйте проезды во дворах свободными. Не ставьте машины на бордюры. В случае необходимости пожарная машина просто не сможет проехать. И уступайте им дорогу. Они едут спасать чью-то жизнь. Смотри, какая детализация. Каждый проводок видно. Вот оно. Сразу видно, ну, это писть. Это явно не наклейка. Такой тюнинг называется аэрография. Картина пишется на самом автомобиле, а потом покрывается лаком. Ну, а сейчас давайте узнаем, как, собственно, вся эта красота рождается. Вот и сам мастер. Паш, с чего вообще у тебя эта история началась? С аэрографии у тебя присяду? С аэрографии у меня началось это. Я работал на хорошей работе. Всё было хорошо. Но в один прекрасный момент сказали, мы в тебе не нуждаемся. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания, да. Ещё на предыдущей работе Павел увлёкся аэрографией. Пришло время реализовать себя. Как он потом выяснил, аэрография применима практически везде. Помимо автомобилей, таким способом можно украсить мебель, стены, потолок, ноутбук и бытовую технику. В общем, на что фантазии хватит. То, что даже для меня, когда я увидел, я сам удивился очень сильно, это в ванне. Так. Именно в самой ванне, где купаешься. А, то есть в ванная комната. Именно сама ванна, вот эта чаша. И если там, допустим, нарисовать водоросли, песочек и рыбки, то получается ты лежишь именно непосредственно в бассейне, и тут рыбки мимо тебя плавают. Паши пока чаще всего заказывают автомобили и шлемы. Студии еще своей нет, работает больше для души. Заказы получают от друзей и знакомых по социальным сетям. В качестве сегодняшнего примера мы взяли горнолыжный шлем. Изначально он был чисто белым. Как вот я говорил, это будет абстракция, потому что ее проще нарисовать. Ну, с моментами аэрографии именно и детализации, чтобы можно было понять то, что это нарисовано, и то, что это здесь. Первым делом из шлема достаются все внутренние детали. Все, на что не должна попасть краска, закрывается малярным скотчем. Далее снимаем верхний слой и грязь мелкой шкуркой. Вот. В принципе, мы подготовили его. Сейчас мы убираем пыль. Ну, а далее начинается само творчество. Здесь мы берем обычный скотч малярный. Подержи. И начинаем. Ты сейчас сам поймешь, что мы будем тут делать. Честно говоря, я не сразу понял, какая картина у нас выходит. Я всегда делаю это так, чтобы это было в первую очередь не кайфово рисовать, понимаете, чтобы я получал от этого кайф. Подготовка окончена. Далее обезжириваем, и в ход идут краски. Надо сказать, что краски акриловые и абсолютно нетоксичные. Смываются водой, а защита обеспечивает лак. Тем временем задумка автора уже становится понятна. Рисунок начинает проявляться. Неровные края оборванного скотча создают естественный рельеф гор. Я тоже решил немного попробовать. Вот, чуть-чуть делаешь, видишь, вот они ошибки. Вот эти вот точки, чтобы их не было. То есть это надо начинать дуть отсюда, рисовать отсюда. Вот. Пробую нарисовать дым на фигурке. Опять же, при помощи нехитрых средств. Прям вот рядом с краем. Прям сильнее можешь поливать прям туда. Вот, все, стоп. До шлема меня не допускают. А это оказалось не так просто. Ну а работа над шлемом продолжилась. Шла она еще два дня, дорабатывались нюансы, потом шлем был покрыт лаком. И вот, что у нас получилось. Экзарта серия вторая будет продолжать изучать этот тренажер. Настя, сегодня что у нас на повестке дня? Что нового? Что нового? Я покажу, как можно интересно заниматься с подвесами. Это не только реабилитация, но и включение всех мышц. В нашей повседневной деятельности, когда мы стоим, ходим, сидим, работают сразу несколько мышц. Если одна из них не работает или работает неправильно, появляются проблемы с поясницей, с осанкой. И все с этим связанное. Сегодня мы как раз покажем, как проработать все эти мышцы. Это все-таки вариант уже не реабилитации. Это вариант уже для подготовленных, для тех, у кого нет проблем. Самое главное, что здесь тоже идет работа без осевой нагрузки. То есть все спокойно, мягко и безопасно для суставов. Противопоказаний, как таковых, к таким упражнениям нет. Просто организм должен быть подготовлен, иначе будет тяжело. Мне кажется, я готов. Ну что? Обязательно. Вот сюда, тазобедренные суставы, подвздошные кости, да, ни в коем случае не на живот. Сразу будет видно, работают мышцы живота или нет. Если живот выпадет, соответственно, не включились. Нам наша задача сейчас вытянуться. Я же себе поставил задачу для начала просто не упасть. Все, отлично, опора. Вытягиваем позвоночник, вот такой же жесткий, сильный стержень. Руки пока опускай висят. Включить мышцы живота, да, тазовое дно и ягодицы. Чуть выше плечи, смотрим на себя в зеркало. Ну и пошли руки вверх, а в зеркало смотрим. Вот почувствовать. Сильные ноги, да, опираемся. Почувствовать, как включаются ягодичные мышцы. Именно они нас держат в... Я там уже все включил. Да. Мышцы живота. Если чувствуем, что поясница перенапрягается, значит, мышцы живота не включились. Ну или недостаточно включились. Напрягается абсолютно все. Работаем руками. Одно из лучших упражнений на осанку. Немного усложняем. Теперь опора на одну ногу. Все, вытянуться. И снова. Пять повторов. Руки вверх. Это получается, мы отрабатываем фазу стояния на одной ноге. Вот почувствовать, что эта мышца включается в работу, да, она фиксирует таз, фиксирует тазобедр. Почти не прошло. Эти упражнения были разработаны самой Анастасией. Плюс в том, что ими себе не навредить, ну и сочковать на них тоже не получится. В чем изюминка? Просто знаю биомеханику, знаю, что есть фаза стояния на одной ноге, напрягаются мышцы-стабилизаторы таза. Очень хочется ведь их расслабить, но тогда из-за подвеса мы упадем. Если стоя мы можем себе позволить вот этот вариант, то в подвесе нет. И поэтому автоматически приходится включать среднюю ягодичную мышцу, автоматически приходится вытягиваться, иначе мы упадем, расслабимся. И, конечно же, работают мышцы живота, мышцы-стабилизаторы, потому что опора. Выполняя эти упражнения, также можно провести своеобразную диагностику тела. Видно, когда та или иная мышца не работает, у человека выпадает живот, или он просто не может удержать равновесие. Такой подвес можно организовать и дома, тренироваться самостоятельно. Ну и на нем можно немного отдохнуть и расслабить поясницу и шею. Вновь изучаем элементы самообороны. Сегодня будем учиться уворачиваться от вот такой вот импровизированной биты. Дима, что нужно сделать в первые секунды, чтобы эта бита не прилетела в голову? Чем нам опасна бита? Бита нам опасна именно самым ее кончиком. То есть здесь у нас максимальная скорость. Соответственно, когда человек горяет, максимальная скорость, да, максимальное повреждение отбитым. То есть, естественно, логично нам нужно от этого самого кончика и уходить. Инстинктивным движением в такой ситуации будет отскочить и поднять руки. В данном случае инстинктом следовать нам нужно на 50%. Отскочить, но не поднимать руки. То есть первое, что я сделал, это использовать свое инстинктивное движение. То есть я испугался, я отпрыгнул. Вторым движением нужно обязательно двинуться на тебя. Если я этого не сделаю, ты будешь меня бить до тех пор, пока не заденешь. Поэтому, ну вот давай вот еще раз. То есть ты меня атакуешь, я первым движением отпрыгнул, и вторым движением я должен двигаться на тебя. Таким движением мы блокируем противника и не даем ему возможности замахнуться еще раз. Чтобы не допустить второго удара, я буду метиться в твои плечи. То есть получается, ты меня еще раз атакуешь. И здесь я двигаюсь в плечи. Весь этот импульс, который у меня был от скачка назад, и движение вперед, я толкаю весь в плечи в твои. То есть, по идее, человек должен упасть? Нет, я не думаю, что он упадет. Ну, как, конечно, толкнем, сколько у нас массы. Лучше на это не надеяться, лучше продолжать атаковать. Сейчас покажу, как там. Дальше все очень просто. Далее нам нужно отвлечь нападающего. Я буду тебя отвлекать вот таким вот движением. Я себя в этом месте не остановлюсь. Все просто тут, а я, получается, действительно двигаюсь на глаза, и моя задача повернуть твою голову. То есть, получается, я таким движением тебя разворачиваю. Это движение хорошо тем, что оно логично вытекает из первого. Дальше уже все абсолютно просто. Третье движение. То есть еще раз отпрыгнули, сдвинулись. И здесь, смотри, здесь у нас все открылось полностью. Тут уже ваша фантазия. То есть корпус, бок, пусть будет, допустим, удар по колену. В итоге все должно выглядеть примерно так. Ну и, конечно, самый главный наш совет. Постарайтесь избегать подобных ситуаций.